Всем привет! Зрители нас часто спрашивают, зачем нужны шипы. Если в двух словах, то для того же, для чего нужны гладкие накладки, только наоборот. А вообще все гораздо сложнее и интереснее. Когда-то давно, в 39 царстве 30 государстве, когда я впервые пришел в теннисный зал, мне на турнире наваляли и отправили плакать. Я играл плохо, а еще один человек обратил внимание на мою ракетку и сказал, что она скользкая и вообще ужасного качества. Это была ракетка от Эми из Спорттоваров. Ей было 4 месяца. Я играл ею на улице. После этого я купил себе сборную ракетку. И конечно же она играла великолепно и дала мне резкое улучшение результата. Я учился играть, ходил на турниры и получалось у меня нормально. Можно было быть довольным. Но по необъяснимой причине, где-то месяцев через 10 игры с двумя гладкими накладками, мне все это настолько сильно наскучило, что даже появилась мысль бросить теннис. Топспины, накаты, топспины, накаты и один и тот же ритм игры. От этого всего у меня накопилась скука и разочарование. И тут мне подвернулась возможность попробовать ракетку с длинными шипами. Это были шипы Инхи Нептун 0.7 мм. Я на тот момент никогда еще не играл длинными шипами, но много раз видел, как этой ракеткой играл мастер спорта. И в целом понимал, какие возможности дает эта ракетка в техническом плане и в плане стиля игры. Поэтому поиграл этой ракеткой с гладкоствольным соперником и получил много удовольствия. Уныние и разочарование были побеждены. С тех пор я играю разными длинными шипами, или средними шипами, или антиспинами и одной гладкой накладкой. И больше никогда меня не одолевала скука во время тенниса. Таким образом, мы пришли к первой причине, для чего в настольном теннисе нужны шипы. Потому что ими интересно играть. Интереснее, чем двумя гладкими накладками. Но конечно же не для всех, а для части игроков. Вкусы-то у людей разные. Кстати, мы в нашем магазине тестируем разные шипы и отбираем наиболее удачные из них. Так что заходите к нам почаще и покупайте, пока мы для вас создаем интересные и полезные видео. Далее. На самом низком любительском уровне игры имеет место такое, что если игрок вешает себе длинные шипы, то он начинает чаще выигрывать у соперников с гладкими накладками. На самом низком уровне игры длинные шипы с губкой дают преимущество. Потому что ими легко тыкать. А соперники не умеют играть по таким мячам. Некоторые игроки критически высказываются насчет таких ситуаций. Типа, если кто-то не умеет играть гладкими и наклеивает шипы, то это позор. И фу-фу-фу. Ну а я говорю по-другому. Наклеивайте побольше шипов и забрасывайте гладкоствольных игроков противными мячами. И да будет с вами сила. Игрок хочет выигрывать почаще. Причем прямо сейчас, а лучше вчера. И поэтому он вешает шипы. Это нормально. А еще бывает, что человек тренируется с тренером. Тренируется, тренируется, и у него не идет игра. Или же у него просматривается какая-то склонность к подрезкам и полузащитной игре. Он вешает длинные шипы, пробует играть, и у него начинает получаться лучше, чем с двумя гладкими. Это может быть из-за каких-то особенностей характера человека. Из-за его игровых вкусов. Или из-за каких-то физических особенностей, которые мешают ему успешно играть двумя гладкими накладками. И не мешают успешно играть длинными шипами. А некоторые люди не умеют делать топ-спин слева. Пытаются, но не получается. Или они просто ленятся. Или им не нравится его делать, а вместо него хочется делать накаты и блоки. И тогда человек вешает в себе вместо гладкой накладки короткие шипы. И начинает часто атаковать накатами. Агрессивно в площадь с шипами. А соперники начинают ошибаться по некоторым мячам. Это тоже атакующий стиль игры, как и гладкими накладками. Только меньше топ-спинов и больше плоских ударов. Ритм игры, как правило, быстрый у стола. Некоторые мячи получаются противные. Они вызывают у соперников ошибки. Кстати, если вы сейчас находитесь не на чемпионате мира по игре с шипами, то поставьте лайк этому видео. Желательно прямо сейчас. А еще может возникнуть идея повесить короткие шипы справа, а слева гладкую накладку. Да, такие извращения встречаются. И они могут быть эффективными. Может быть вам хочется облегчить прием вращений справа. Или хочется добавить противности своим мячам. Или вы справа чаще играете накатами и контрударами. И мало топсите. Это нормально. Так можно играть. Справа короткие шипы или слева – это дело вкуса. Хотя, конечно же, гладкоствольные игроки могут правильно возмутиться. А еще, можно короткие шипы повесить с двух сторон и нагло лупить накатами. А против топскинов выполнять контрудар коротким движением. Это редко встречающееся изглащение. Но факт в том, что так можно играть даже на уровне мастера спорта. Посмотрите, как играет Максим Черепнин. У человека шипы с обоих сторон. И основания оптимизированы для игры короткими шипами. Одни люди спрашивают, зачем нужны шипы. А другие люди спрашивают, зачем нужны гладкие накладки. Кстати, мы протестировали много коротких шипов. Сделали много обзоров. И это только удачные, хорошие шипы. Плохие мы просто выпилили из нашего магазина. Так что заходите, смотрите и изучайте тему шипов у нас на канале. Таким образом, можно сказать, что игра шипами это эффективно. Если, конечно же, вы потратили много времени на тренировки и научились ими играть. Я имею в виду и технику грамотное применение шипов. Если короткие шипы не нравятся, то можно поставить средние. И играть ими так же агрессивно, как короткими. Или менее агрессивно, но с большей противностью. Средние шипы могут друг от друга сильно отличаться. Но если сильно округлить и описать их двумя словами, то по сравнению с короткими шипами, они позволяют немножко сместить акцент игры с силовой манерой на тактику. То есть, немного уменьшаем количество ударов и немного увеличиваем количество более медленных мячей разного рода с увеличенной противностью. Если же вам хочется еще сильнее замедлить ритм игры, то можно играть в полузащитном стиле с длинными шипами на губке. Под полузащитным я имею ввиду следующее. Вы, как правило, отдаете инициативу. То есть, играете вторым номером. Ваш соперник атакует значительно чаще, чем вы. А вы либо стоите у стола и делаете блоки, накаты и одиночные топспины, либо отскакиваете от стола и исполняете подрезки по топспинам. Или замены топспины. Или плоские удары по топспинам. В народе это называется быть защитником. А по факту вы исполняете и атакующие действия, и защитные действия, с некоторым преобладанием защитных действий. А теперь посмотрите на этого игрока. Он играет длинными шипами на губке. Мне кажется, это комментировать нет смысла. Достаточно посмотреть, как он применяет свои длинные шипы красного цвета. Ну вот скажите, разве не загляденье, а? Великолепный пример использования шипов. Ну вот. И вот еще один пример. У игрока длинные шипы без губки. Уровень мастера спорта. Кстати, поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. И напоследок скажу пару слов еще про одну причину вешать длинные шипы. Некоторые люди любят разрушать игру своих соперников. То есть, одни игроки любят бегать и махать топ спины, а другие игроки любят стоять и затыкивать этих бегунов шипами. Забрасывать их всякими противными мячами и вонючками. И наслаждаться от того, как соперник разваливается и недовольно ругается. Да, ребята, такие люди есть. И это хорошо, что мы не все одинаковые, как с конвейера. Бегаем, копируем малонга. Разрушать игру соперников, грамотной игрой с шипами, это весело. И не нужно говорить, что это примитивно или что это слишком легко, это фу-фу-фу и так далее. Это так же легко, как сделать маникюр медведю. Надо уметь и гладкой топсануть, и шипами накакать, и на балалайке сыграть, и самолетом управлять. То есть, надо научиться гораздо большему, чем при игре двумя гладкими накладками. Это вам не выпить энергетикой, бегать топспинами, тушить всех подряд брендовой ракеткой за 500 баксов. Подведя итог, я хочу сказать, что каждый играет, конкурирует так, как он может и так, как ему нравится. Теннис должен приносить удовольствие. Так что смело пробуйте играть с шипами, и возможно, вы обнаружите, что для вас это интереснее, чем играть двумя гладкими накладками. Я напоминаю вам, что мы делаем обзоры, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований, и заранее составить представление, что может вам лучше подойти, или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина ТТ-Максум построена подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.